Спасение людей на воде, на земле и в горах во Владимирской области продолжаются соревнования Центрального федерального округа по пятиборью среди спасателей. Один из этапов ориентирования на местности, а также отработка транспортировки пострадавших в разных условиях и на разных переправах. На каждое упражнение выделяется определенное время. Судьи на дистанции штрафуют за малейшее нарушение. Например, команда спасателей Орловской области допустила ошибку. Один из конусов был задет. Минус два балла. Радиус у нас здесь получается два квадратных километра, где людям даются координатные точки, на которые по навигаторам они должны выходить. То есть это умение работы с оборудованием современным еще. Плюс азимуты. Тут отрабатывается много, 9 элементов. В данном этапе сложность это большие расстояния, сложная лесистая местность, крутые склоны, перепады высот. В 2015 году на воде сотрудники МЧС в Владимирской области спасли более 10 человек. Водолазный этап на соревнованиях – один из самых сложных и ответственных. По легенде, в результате аварии автомобиль с людьми оказался под водой. Задача спасателей – извлечь пострадавших из машины, доставить на берег и оказать медицинскую помощь. Потом идет у нас ориентирование под водой, акустическое ориентирование и ориентирование по ходовому концу. И следующий – это технический этап выполнения подводно-технических работ – клетка. Это резка металлоконструкции, резкое перекусывание деревянных каких-то предметов. И подача воздуха, высокого давления, допустим, в понтон. Серый, красную натяни, серую выдавай. Дюкинские карьеры – один из самых зрелищных этапов соревнований. По легенде, во время спасательной операции в горах пострадал один из сотрудников МЧС. Необходимо его срочно транспортировать через каньон. На выполнение операции чуть больше часа. Команда спасателей из Белгородской области в заданные временные рамки не укладывается. Ошибку допустили, немножко не уложили в контрольное время. А так, в общем, все бы справили, если бы немножко времени не хватило. Подготовка – это все. Учишься ты. Где-нибудь да пригодится. Чтобы разобраться в этом, нужно иметь достаточно большой опыт. Потому что какая веревка куда, куда что встегивается, как обеспечить пострадавшего, как его поднимать, как его опускать. Итоги соревнований профессиональных спасателей будут подведены через несколько дней. 21 июня главный судья назовет лучшую команду МЧС ЦФО. Борис Пучков, Станислав Трегубов, Губерния 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова